МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсудить программу вот так совместно было решено по инициативе Ольги Березневой, ибо документ действительно во многом определяющий и затрагивающий интересы всех горожан. В нем предложен обширный перечень мероприятий, которые призваны решить существующие проблемы дорожно-транспортной сети и предупредить возникновение новых с учетом развития Оренбурга. В список мероприятий выбраны варианты развития транспортной инфраструктуры по развитию уличной дорожной сети города состоит из реконструкции и строительства 19 дорог общего пользования. Также предлагается строительство пяти кольцевых пересечений, одной транспортной развязки, одного мостового перехода и трех путепроводов. Программа необходима еще и потому, что без нее невозможно дальнейшее участие Оренбурга в нацпроектах. Только приняв этот документ, город сможет в перспективе рассчитывать на федеральные средства, например, на обновление дорог. Я надеюсь, что в дальнейшем эта программа будет работать. И очень хорошо, что в последние годы город получает большое, большое финансирование по программе БКД. Нас это радует. Потому что то финансирование, которое идет из федерального бюджета, регионального бюджета, и наш местный бюджет никогда не сможет найти такие объемы финансовых средств. Обсуждение получилось активным. Вопросов и замечаний от участников прозвучало немало. С их учетом документ будет доработан. Окончательное решение по программе развития транспортной инфраструктуры депутаты примут на финальном в этом году заседании 24 декабря. 18 декабря день рождения ЗАГС. 18 декабря 1917 года Совет народных комиссаров принял декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. То, чем до революции занималась церковь, передавалось в ведение государства. Отныне момент бракосочетания или развод, рождение ребенка или уход из жизни одного из родственников – все это отражается в статистике ЗАГС. По сути, орган фиксирует историю населенного пункта и страны в целом. И это далеко не сухая статистика, особенно для работников. Ирина Гиллер, например, в этой сфере 20 лет. Она сочетала браком десятки тысяч оренбургских пар. И вспоминает один из, пожалуй, самых эмоциональных моментов, когда процедуру бракосочетания пришлось проводить в родзале. Я думала, она выйдет куда-то в коридор, я возьму, она при мне распишется, потому что самое главное, чтобы человек выразил свое желание и чтобы я видела, что это лично он расписывается. Но я совсем не ожидала, что на меня наденут халат, бахилы и прям заведут в родзал. Поэтому как бы сам процесс-то еще не начался, но уже практически, конечно, невеста была готова родить. И в последний момент я взяла у нее подпись. Нынешний год работники ЗАГС, как и все остальные, провели в особом режиме. Но не прекращали свою деятельность ни на день, при том, что количество обращений граждан, конечно, уменьшилось. В связи с пандемией количество браков у нас, конечно, уменьшилось. Уменьшилось, люди переносят брак. Надеюсь на светлое будущее, что смогут организованно прийти со всеми родственниками, друзьями и весело провести время, зарегистрироваться, ну, как бы в торжественной обстановке. Количество разводов у нас тоже уменьшилось. Хорошо. Это очень хорошо, да. Тоже люди, наверное, в самоизоляции как-то пришли к общему мнению, что нужно жить вместе, что жизнь продолжается, и что поспешных решений принимать не нужно. Распространение электронных услуг, переход на дистанционное обслуживание. Все это касается и работы ЗАГСа. Формат одного окна в МФЦ удобнее для людей. И к этому мы, очевидно, придем. Но есть все же один момент очного присутствия, который многие не хотят потерять. Конечно, многие люди, кто приходят, они все говорят, что это здание связано именно с их семьей. И когда даже молодые приходят и говорят, вот фотографии моей бабушки с дедушкой вот здесь на лестнице 50 лет назад, мы хотим точно такую же фотографию. И это, конечно, очень приятно, потому что это все-таки какие-то традиции. И когда говорят, что скоро все ЗАГСы отдадут в МФЦ, и мы где-то в окошко электронное будем выдавать документы, конечно, наверное, ну не хотелось бы. Этюды нетипичные для его творчества, новые работы и, конечно же, портреты. В Оренбурге открылась выставка произведений Никаса Сафронова. Мы действительно очень рады вас приветствовать на Оренбургской земле. Я знаю, что вы уже в третий раз у нас здесь, в городе, и правда, что вы сегодня приехали со своим сыном, с рукой, известным музыкантом, пианистом. Конечно же, мы рады вам обоим. И спасибо вам за вечера высокого искусства. Известный художник в нашем городе уже в третий раз. Говорит, третья встреча закрепляет отношения, и для него это дружба. Он проникся нашим колоритом, как и многие отметил особую красоту оренбургских женщин. Я, как по столице, люблю всякие женщины. Не обижайтесь, если что. Но вот я хотел сказать, здесь есть очень красивые женщины, уникальные женщины в Оренбурге. Вот что-то не сокровено, какое-то, знаете, как из песни «Пуховый платок». Что-то воздушное, легкое, приятное, улыбка, взгляд. Она тебя как бы не отогнала, вроде как и послала, но так чувствуешь, что еще есть надежда. Есть вот эта удивительная страна в стране, Оренбург, где все сочетается и гостеприимство, и любовь, и сердополие, человеческое восприятие, любви чужой, как своей. И, конечно, любовь к искусству. Необычное представление картин и новые технологии демонстрации, впервые примененные на выставке «Дали» в Москве. По словам Никаса, проект затратный, но он привез его в Оренбург. Приехал с сыном Лукой, талантливым музыкантом, который, в свою очередь, дал камерный концерт прямо в выставочном зале. КОНЕЦ Выставка «О чем молчат картины» будет работать в Оренбурге около месяца. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ